Всем привет! Меня зовут Таня и сегодня с вами мы нарисуем кита. Для этого мы используем... Я использую акварель. В принципе, работа у нас будет несложная. Можно использовать иглаш. Начинаем мы с того, что размечаем нашего кита в листе. Берем среднюю кисть, синий цвет и слабо-слабо, пока в листе, начинаем намечать форму. Вот такую вот форму рисуем. Изогнутая дуга и туда сужение, к хвостику. Дальше то же самое. Здесь будет рот. Снизу то же самое. Берем раз. Дуга, сужение к хвостику. И вот здесь рисуем раз. Такую форму хвоста. Два. Дальше. С верхней части мы берем и разделяем тело нашего кита как бы на две части. Здесь у меня будет плавник, пока ничего не делаю. И до хвостика веду. Рисую сюда плавник. И с задней части тоже добавляю второй. Дальше. Рисуем рот. Так раз. Пусть даже у нас такой будет улыбающийся. И глазик у кита будет вот здесь где-то. Намечаем сначала просто. Наметили. Дальше начинаем прорисовывать. Так, подлиннее плавничок. Сверху будет фонтанчик из воды. Пока я его не делаю. Сначала я беру и раскрашиваю всю верхнюю часть кита, которая мне будет. Такого сероватого цвета. Я смешаю синий с черным. И получу вот такой синий-серый цвет. Красивый, глубокий. Им я беру и раскрашиваю вот эту всю верхнюю часть кита. Возьму даже кисточку побольше, чтобы это у меня дело быстрее пошло. Так раз. Большой кистью все быстрее прокрыть. Оставляю вот эту вот эту дырочку для намеченного глаза, чтобы потом его легче было прорисовать. Если цвет заканчивается, я подмешиваю еще просто и продолжаю. и плавник тем же цветом. Второй плавник этим же цветом делаю. Сделали. Промываем кисть. Берем кисть маленькую и продолжаем. Пока я жду, пока сохнет, сделаю брюшко. Я беру тоже синий цвет и рисую такие полоски от ротика и туда по брюшку прям. и продолжаю за плавником тоже. Так, раз. И теперь опять смешиваю черный с синим и нарисую ротик ему. Так. Так. Продолжение следует... И рисуем глазик. Черным цветом рисую кружочек, в нем оставляю блик. Если не получится сразу, блик всегда можно поставить потом по высохшей работе белилами. Так, сделаем. И носиком мы еще сделаем. Вот такой симпатичный кит у нас получился. В этом уроке я его оставлю таким. В следующем запишу, как доделаю все вокруг. Подписывайтесь на мой канал. И давайте продолжать вместе эту работу. Пока-пока!